МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот и отлично, дошли. Это город Нарва. Все признаки налицо. Я тебе говорила, оленик, кормить надо. Доедем, доедем. Посмотри теперь на меня. Я вся растрепанная, у меня, смотри, какие глаза. Мне еще людей поздравлять. Каждый год с тобой одно и то же. Народу все равно, они от нас подарков ждут. А ты что ворчишь вообще, молодая еще. Так что лучше пойдем посмотрим, как люди веселятся. С августа месяца начала собирать подарки с моим девочкам наверх, с кем работаю. Родственникам. Ну а сейчас продукты, овощи, фрукты. Елку нарядили, дом прибрали. Ну и себя. А скажите, пожалуйста, у вас будет на этот праздничный стол какую-то особенную рецепту? Да нет, все мое. Все, что всегда делаем. А что вы обычно делаете? Мы сейчас запекаем в яблоках, салатики разные делаем, фрукты, орешки, конфеты. Как и всегда. Ну что-нибудь вкусненькое купить, приготовить. Ну как кушать. Вы будете отмечать с семьей на выбор? Да. Какие у вас, вы как-нибудь, есть какой-нибудь на этот год рецепт, который вот специально на год тигра вы приготовите? Да нет, особо никакого ничего не готовила. Я люблю селедку под шубой. Ее и приготовлю. Салат оливье, как обычно. Ну мясо во-французское. Да, обыкновенно. Как всегда, стол в принципе. Как всегда, иду к родственникам. Ну мы только с родственниками отмечаем. А приготовление? Приготовление? Ну, салаты. Сейчас очень много красивых салатов. Салат тигр. Потом, ну скажем так, что все равно что-то надо дать тигровое. Вот и задумка, что самой одеть год тигра встречать. Вот это да, проблема как бы. А может быть вы расскажете рецептик салата тигр? Если на память вспомните. Вообще, на память мы еще не делали. Но, если серьезно, можно любой салат, только верхушка морковка и мордочка там оливки, яичка. Ну, сами уже там дополнения какие-то. В виде все это, естественно, оформлять тигра. Как обычно, в магазины продукты закупала? Как все. Как все? Бегаем по магазинам, закупаемся. Делаем вот как. Вы будете хорошо гулять в празднике? Ну, чисто в семейном кругу. Ой, отлично, закупаю, все есть, очень приятно. Вы будете обширно отмечать? Да что, как пенсионер советский, бывший советский пенсионер. Спасибо большое. Ой, Саша, привет. О, какой я верю. Привет, дорогая. Я очень рада. Давно тебя не видела. Как дела? Как сверху? Да вот телевизор решил прикупить. Ага. Обновите новую модель. Очень даже хорошенький подарок, если такие цены сейчас умеренные, почему бы не купить. Нормально, Саша, все хорошо. У меня все по-прежнему. К Новому году потихоньку готовлюсь. Коньячок вот сейчас прикупила здесь внизу. Наполеончик, коттед. А я молдавский вермут купил. Вермут? Вермут. Слушай, так это, по-моему, не очень хорошая вещь. Зато не подделываете. А коньячок там могут под налогой шутки ради и... Ну, логично, может. Да, ну, наверное, это Бурман в этом смысле. Наверное, вот тебя так потянуло. Яшно, значит, телевизор хочешь купить? Да. Реально, хороший подарок и нужный. По сути, сделаем. А вы верите в Деда Мороза? Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Значит, русский Дед Мороз, например, он приходит в тулупе, в валенках, и от него пахнет ригаром. Белорусский Дед Мороз появляется с усами, значит, и с мешком картошки. Китайский Дед Мороз, значит, он приходит на Новый год и отзывает свои прошлогодние подарки. Потому что они некачественные. Вот. И, значит, в качестве еще компенсации забирают с каждой семьи одного ребенка. Потому что их 300 миллионов, он их не любит. Вот. И за это его еще и по морде бьют там почти миллиард раз. Вот. Борода у него отклеивается. Ну, китайская борода некачественная. Французский Дед Мороз приходит с бутылкой шампанского и, в первую очередь, значит, наставит на том, чтобы ему привели снегурочку. Украинский Дед Мороз одет в оранжевое, постоянно ссорится со снегурочкой украинской. Та одета в белоголубое, значит, и они тащат свои палатки и пытаются ее поставить у вас в квартире. И там бастовать, короче. Французский Дедушка Мороз приезжает на лошади и, значит, поет песни, играет на гитаре и пытается что-нибудь как бы незаметно с собой прихватить. Ну, и, наконец, нашему родному, Истронскому Деду Морозу, как бы и не уйти, и вообще из прошлого года еще и. Если вы плюнули в колодец и плевок вернулся обратно, не исключено в колодце ведутся работы. Если вы ночью застукали жену с незнакомым мужчиной и сбили обоих, но жена не раскаивается, не исключено в вашей близдверью. Если на улице незнакомый малыш кидается вам на шею с криком «Папка!», не исключено, что где-то в кустах прячется мамка. Если на светофоре загорелся зеленый, желтый, красный, а потом фиолетовый, значит, приехали. Если вы оказались на улице в одних трусах, вернувшись в казино, оставьте на зеро трусы. Смотри, в прошлом году такого не было. Здорово, правда? Правда. Давай пойдем посмотрим, как торговля идет. Конечно. Пойдем. Скажите, пожалуйста, чувствуется ли у покупателей праздничное настроение и как у вас идет торговля? Наверное, чувствуется, все праздники давно уже ждут. И сначала было Рождество, оно плавно переходит в Новый год, потом оно плавно переходит в другое Рождество. И люди отдыхают, люди празднуют. Конечно, чувствуется праздничное настроение. У нас и елка нарядная, и Дед Мороз, и разные мероприятия здесь проходят, и ребятишки приходят, и взрослым нравится. Как идет торговля у вас? Что покупают? Ну, когда-то лучше идет торговля, когда-то хуже, но то, что это первый раз в Нарве проходит, и такая хорошая акция проводится, это большое дело для будущего. Самое главное – удачи. Будет удача, везение, здоровье для всех мероприятий. Спасибо, что чувствуется, что скоро уже наступит Новый год, все ходят, улыбаются, и у нас тоже настроение очень хорошее. А как торговля идет? Очень хорошо. Покупают, берут. Посмотрите, какие замечательные сувениры у нас. Скажите, с чего мы сделаем? Это керамика у нас все, ручная работа. Это такие подсвечнички у нас такие красивые. Ну, пожелания, удачи, всем успеха в Новом году. Ну, и всего самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...